всем привет сейчас мы с вами посмотрим как можно разрабатывать и отлаживать программы на сиси плюс плюс визуал студии коды от linux ну в общем вот так это все видит то есть здесь у нас получается папка как бы рабочая область не в ней находятся разные программки но так это можно посмотреть тут нет как других и да я каких-то файлов чисто самой среды просто готовые значит си плюс плюс кассе файлы но чтобы вот так все заработало как мы сейчас вот красиво пришлось два вечера выделить этому делу потому что просто так она не запускается а когда все настроишь все работает выглядит в общем-то красиво и прилично этого x виджет итак начнем с того что вы должны значит скачать это все дело в виде дебем пакета я это вам показываю как я установил под linux mint после нужно поставить вот эти вот расширение вообще я начал с того что я вот это поставил русский язык что появился что было понятно что тут делать дальше то есть после того как я установил я вообще не стал ничего настраивать установил вот это расширение и перезапустился потом я установил вот это расширение проверка орфографии и русский язык не для того чтобы на русском языке все написи проверялись под конец вот я добавил расширенную поддержку гид хаба но самое главное это вот это это модуль от microsoft которые принципе обучает этот блокнот под названием visual studio коды понимать язык сиси плюс плюс вообще по сути это просто как бы такой блокнот который ничего не умеет особо пока в него не поставишь какие-то модули и с помощью модулей можно вот программировать на разных языках программирования но мне не очень понравилось это все почему потому что это менее удобно я сторонник того что один конкретный продукт одну конкретно хорошо выполняет функции а это слишком много как бы теоретически может через модули и в этом и минус что надо каждый модуль подтачивать под себя и есть какие-то особенности проблемные которые новичков явно могут отпугнуть но основной такой микро плюс то что если скопировать код куда-нибудь офисный пакет он получается в цвете я не люблю так если скопировать то он получается в цвете его может пригодиться из какие-то методички там еще что-то делать кстати рекомендую вот если у вас есть проблемы с офисом вот такой вот установить офис если вы преподаватель или студент вы можете там со скидкой его приобрести отличные короче офис не хуже от microsoft в общем рекомендую так но это мы отвлекли значит расширение это самое основное это дополнительное это для того чтобы вот эту кнопочку поиметь запуска быстро а это тема чтобы типа темные дом разные темы можно было делать две основные темы и дополнительные всякие темы так короче когда это все дело поставил примитивную программу запустил все было хорошо а потом начались у меня тут короче проблемы они возьмем и у вас вы возникнут изначально например сейчас возьмем вот этот пример вот простейшая программа которая вызывает вот этот файл который находится в отдельном файле функцию короче другом файле оказалось что по умолчанию это дело не работает то есть он пишет данном случае функции короче говоря не определяется была первая проблема с этим боролся потом следующее от пишет что не знаю хотя вот это вроде указано то есть интеллектуальные в анализаторе на беда глючит на 2 перенастроить потом оказывается он не сохраняет ничего автоматически то есть когда я нажимаю на эту кнопку нужно автоматически самому было записи сохранение контролл с нажимать то есть от того чтобы вот так автоматически сохранял то есть это было неудобно и короче было много чего неудобно ничего не запускалась никаким образом по-нормальному не этой кнопкой и это пришлось разбираться прежде чем я покажу как я с этим разобрался если вы повторите мой путь что вы здесь можете свои какой-то папки которые у вас будет как бы рабочую область будете создавать под папки и просто накидывать программки всякие свои потом здесь будут появляться уже готовые которые будут исполняем и вот эта кнопка это вы будете типа быстро короче говоря запускать программу своя вот а если вы хотите с отладкой то это надо будет вот так нажимать кстати вот в линуксе по умолчанию получился отладчик он всегда запускается там у них на сайте написано что на многих отладчиках эти две опции будут одинаковым то есть если вы запустите без отладки это будет то же самое что с отладкой поэтому я короче сюда нажимаю что просто запустить f5 она уже кадров опять чтобы сделать пошаговое выполнение отладку программа следующая у меня проблема была что я использую компоненты в x виджет чтобы был визуальный интерфейс с ними вообще была заморочка то есть вот так это выглядит код он вообще не знал где это все искать нужно было каким-то образом подключить все эти библиотеки но чтобы он их системе подтягивал а ну изначально у меня были установлены этот стандартный набор для разработки на сил линуксе в общем чтобы долго не ковыряться скажу одну надо вот здесь в параметрах все это искать по ключевым словам что-то так вот находишь что-то меняешь а некоторые вещи так тоже изменить нельзя поэтому видеть предлагается зайди вот в такой-то файл и тут то есть честно сказать геморрой по сравнению с нормальным средами программирования что у меня в результате вышло давайте посмотрим значит я вот даже сохранил себя это дело для история настройки так начнем цели да вот эти в папке получается где мои программы которые я указал пристать и этой студии образовалась под папка скрытая из коды и вот тут у у вас должны быть вот такие как у меня файлы если у вас линукс пришлось догадываться что вот сюда вписывать видите но могу сказать что вот это вот я например подключил вот эти вот строчки библиотеки в x виджетов чтобы они компилировались вот это чтобы не только текущий файл компилировался также все другие файлы c++ или там на которые находятся в этой папке текущие иначе у меня если бы функция была в отдельном файле она бы не заработала то что я говорил а вот это где искать тоже библиотеке для линков щека то есть вот это была основная проблема как догадаться вот это вот вписать что нигде нормально то не написано так но это тут так тут что я сделал тут в принципе по моему ничего не особого нет только пути пришлось подправить а вот здесь подправлен все но основная засада граница не здесь вы должны вот зайти короче вот он в конфиг он в код и вот тут кое-что подшаманить вот это короче настройки кнопки которая была вправо вверху то есть то что до этого показал это настройки которые работают когда вот тут будем запускать они находятся еще раз в разных местах короче все находится это вот тут находится то есть вот эти штуки по такому расположению для вот этого а вот для этой кнопки это уже вот здесь и вот тут надо было ручную отредактировать не что вот это вот стоит у добавил я тут как раз добавил линусе поддержку визуальных библиотек чтобы новый стандарт поддерживался си плюс плюса и вот чтобы ни один файл текущий компилировался а несколько файлов которые там рядом найдутся иначе только из одного файла программа запускаться и вот эти библиотеки что подлинковались такая ждала меня и вот эти вот настройки очень важно то есть если вы эту настройку не поставите в истину то у вас терминал не будет вводить ничего то есть когда вы его так запустите так ну сейчас вот у меня что-то выводит у вас ничего водить не будет пока вот в этой настройке твою не поставить но изначально я не знал где это искать и я вот тут короче говоря нашел это как-то вот так вот видите галочку это поставил но вам проще взять вот эти мои готовые настройочные файлы я сейчас кину гид хап и и себе просто заменить так вот указал что интерфейс на русском языке будет при карфографии выключил телеметрию а вот это кстати важная настройка если вы ее не поменяете у вас например c о вот не будет функцию знать то есть будет включить дилектуальная проверка от орфографии вы не орфографии это кода тут по умолчанию default стояла и была проблема вот я так парсия указал шрифт побольше сделано много тему темную и короче говоря настройки kit у меня уже сами добавили что будет изменения сами закидывались так что это тут а это я изменил кнопки там были кнопки чтобы заменять вот эту штуку control альты надо было нажимать по умолчанию а я короче говоря на свои сделал control of 9 запуск контролы здесь стоп это я нашел вот сочетание клавиш вот здесь короче мы что-то там написал типа коде клавиш вот этот и там нашел короче это потом правой кнопкой изменить ну в общем типа все короче работает теперь у меня я как бы немного успокоился то есть до отладка у меня есть вот нажму на f5 он иногда почему-то начинается не стоит из того места сейчас секундочку так теперь вот кнопка тут пошаговая 10 ну и вот так можно подсматривать кстати почему он как-то интересно да не с первой строчки начал вообще он по идее должен был бы с точки остановки начать вот с этой ну давайте вот так сделать то есть он иногда у нас начинает не самого начала с которой бы мы хотели видеть точки ставки откуда-нибудь раньше ну тогда надо вот сюда нажимать вас ну вот эти числа со строка еще выполнилась мама сейчас выполнится типа типа такого вот как то так короче это все работает по скорости хочу сказать что это все работает очень медленно по сравнению со специфическими средами разработки ну давайте возьмем например табличную вот эту программу табличную вот я запускаю табличную вот эту кнопку тестово добавлял так ну давайте нажмем еще разок то есть несколько секунд по сути видите это потом он запускается скомпилируется достаточно долго это на пятом десятого поколения процессы то есть вот цена за универсальный блокнот с наклейным сюда c++ а вот посмотрим как выглядит то же самое например в коды блог тоже сделаем собрать и запустить видите это выглядит мгновенно поэтому лучше одна вещь сделана сумму чем одна вещь сделана не совсем умом для много случаев на этом все всем пока внизу прикреплю к видео где можно скачать эти настройки чтобы вы не мучились так как я два вечера промочился с этим делом лучше пользоваться либо нет бинсом с нормальным встроенным там силу либо коду блок сам либо коды лайтом это то что нормально работает под линуксом всем пока